Хоккейный клуб Можно сказать за четвертое место в таблице чемпионата высшей хоккейной лиги Межгородской области Так как у команды Кстова на 2 очка больше чем у хоккейного клуба Саров Инвест Итак матч начался, давайте я зачитаю составы играющих сегодня команд Начнем с гостей Номер первый Шерников Виктор Номер 20 Колесников Василий Номер третий Демин Алексей Четвертый Ильин Владислав Пятый Тараканов Артем Шестой Терентьев Даниил Седьмой Пашков Дмитрий Девятый Романовичев Михаил Десятый Закиев Радик Двенадцатый Семен Андрей капитан команды Четырнадцатый Маренко Дмитрий Восемнадцатый Кузнецов Антон Двадцать второй Донников Евгений Двадцать пятый Симонов Егор Тридцатый Туоргов Александр И девяносто пятый Орден Алексей Это хоккейный клуб Кстова Я представил Сейчас перейдем к команде Саров Инвест Номер первый Малов Александр Номер тридцатый Суровягин Алексея Номер седьмой Емельянов Александр Двенадцатый Малафеев Михаил Пятнадцатый Зазнобин Руслан Восемнадцатый Поздов Игорь Семнадцатый Христаков Никита Девятнадцатый Колотухин Евгений Двадцать третий Еремеев Сергей Тридцать первый Парфенов Владислав Тридцать седьмой Федосов Денис Сорок четвертый Калашников Андрей Пятьдесят второе Лепнев Сергей Пятьдесят пятый Савин Дмитрий Пятьдесят седьмой Савинком Игорь Капитан команды Семнадцать первый Бабнев Сергей Восемнадцать седьмой Селякин Ярослав Восемнадцать девятый Парфенов Вячеслав И девяносто первый Калинин Сергей Итак, что касается турнирной таблицы, то команда «Саров Инвест» сейчас идет на пятой строчке. Перед ней как раз-таки команда «Кстова» и отделяет их буквально несколько очков, если быть конкретнее, два. И здесь игра на самом деле проходит за борьбу за четвертое место. И будем смотреть, как сложится сегодняшний матч. На самом деле команда «Кстова» очень титулованная. Она несколько раз становилась чемпионом Нижегородской области среди мужских команд в высшей хоккейной лиге. Много игроков, которые поиграли на чемпионат России. Детские команды, то есть кто-то участвовал в первенстве России, еще будучи школьником. То есть опыт у ребят есть. Кто-то играл за Нижегородская торпеда, за детскую спортивную школу. И кто-то даже успел поиграть в чемпионате среди мужских команд. Если говорить о конкретных людях, то это Закиев Радик и Роман Чех Михаил. Между прочим, Евгений Доников, который также выступает за команду «Кстова», раньше занимался в городе Саров, конкретно у Виталия Васильевича Пурева. Будучи еще школьником, играл за молодежную команду «Ракету». Но сейчас проходит службу в армии и играет за хоккейный клуб «Кстова». Что касается общей турнирной таблицы, то на первом месте сейчас находится команда «Истаншаева». На второй строчке победитель прошлого года в высшей лиге области команда «Издержинская». И первое удаление у нас сейчас будет в составе хоккейного клуба «Саров Инвест». Владислав Парфенов толкнул Доникова на борт. И это принесет численное большинство на ближайшие две минуты команде «Кстова». Не удается пока саровчанам завладеть шайбой. И вот звучит свисток. На второй строчке, напомню вам, команда «Издержинская» и тройку лидеров замыкает команда «Изгородца». Таким образом, хоккейный клуб «Саров Инвест» у нас находится на пятой строчке. После команды «Саров Инвест» располагается команда «Павлова», после них «Дальний Константинова» и команда «Из Сокольского», «Сокольские медведи». Вот такое расположение восьми команд в чемпионате области среди мужских команд высшей лиги. Напомню вам, что остается порядка, не считая эту встречу, порядка четырех встреч, после которых будет проходить плей-офф, так называемый, то есть матчи на вылет. Они будут играться до трех побед. И вот первая шайба пропускает команда «Саров Инвест». После удаления в четвером обронялись «Саровчане». Удалось гостям сегодняшней встречи открыть счет. Сделал это «Радик за Киев», номер десять. И это не очень хороший момент для «Саровчан». Как можно меньше нужно, конечно, команде «Саров Инвест» пропускать голов, особенно на своей площадке. Посмотрим, как будет дальше складываться ситуация. Не думаю, что «Саров Инвест» просто так отдаст очки, тем более в домашней встрече. Но счет пока 1-0. Смотрим, что у нас происходит на площадке, пока атакуют команда «Кстола». Шайба находится в средней зоне. Есть возможность у Андрея Калашникова бросить поворотом, что и происходит. К сожалению, шайба попадает в защитника. Теряет «Саровчане» шайбу в чужой зоне. И Андрей Семенов, капитан команды «Кстола», начинает атаку. Бросок поворотом из-за синей линии. Сергей Клепнев. Удаёт передачу на левый край на Руслана Зазнобина. Не удаётся Руслану принять шайбу. Немного неточной передачи. Вообще, конечно, видно, что у «Саровчана» очень много браков в плане приём-передачи шайбы. Видимо, сказываются ночные тренировки. Напомню вам, что команда тренируется периодически в 11 часов вечера. Не очень комфортно это. Несмотря на это, не сказать, что «Саровинвест» сильно уступает командам высшей лиги. Так или иначе, чувствуется, что уровень игры намного выше, чем в прошлом году. Есть возможность бросить поворотом, но решил Сергей Еремеев отдать передачу в край. Бросок поворотом, и Василий Колесников, который защищает сегодня ворота хоккейного клуба «Кстова», успевает реагировать на этот бросок. Не даёт Владислав Парфёнов вывести шайбу за пределы зоны соперника. Сергей Калинин ходит по правому борту, разворачивается. Нужно отдать передачу. Слишком заигрался, наверное, Сергей. Шайба всё равно остаётся у хоккеистов «Саровинвеста». Ошибается Ярослав Селякин, и контратакует хоккейный клуб «Кстова». Парфёнов сильно по борту. Выходит Ярослав Селякин через правый край. Ищет, кому отдать передачу. Передача в центр. Проходит два броска, но шайба уходит за пределы игровой площадки. Вбрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Кстова». Выгнав вбрасывание, и Андрей Калашников совершает бросок поворотом. Вновь Василий Колесников на месте. Выводит Кстовская команда шайбы из своей зоны. Калашников, передача в край. Игорь Поездов ищет, кому бы отдать передачу. Решил сам пройти через среднюю зону. Уходит за ворота. Даёт передачу на Калашникову чуть не точно. Завладели хоккеисты хоккейного клуба «Саров Инвест» с шайбой. Инициативы, как мы видим, много атакуют. Ещё бы счёт не в их пользу. Калашников в ход через правый край. Передача на левый борт не проходит. И вновь атакует хоккейный клуб «Кстова». Вообще темп игры очень хороший. Команды молодые, команды быстрые. Здесь можно было давать смело две минуты. После действия у шайбы попадает в... Руслана Зазнобина после броска защитника. Как мы видим, атаки продолжаются и на те и на другие ворота. Вновь бросок по воротам Александра Малова. Не сказал я, что сегодня он защищает ворота хоккейного клуба «Саров Инвест». И Михаил Родионович вылазил сейчас на ближнюю штангу. Очень долго защитники «Саров Инвеста» выводят шайбу из своей зоны. Нужно делать это чуть быстрее. Никита Христаков проходит в среднюю зону. Есть возможность войти в зону соперника. Оставляет за собой преимущество владения шайбой Сергей Клепнев. Нужно бросить по воротам. Я отвечу Владиславу Парфенову передачу. Наброс на ворот. И шайба опять попадает в одного из игроков хоккейного клуба «Кстова». Тем временем гости уже атакуют ворота Александра Малова. Вновь бросок по воротам. Шайба попадает в Дениса Федосова и покидает зону хоккейного клуба «Саров Инвест». Тем временем остается чуть больше 8 минут до свиска о перерыве на первый тайм. Несмотря на это у команды «Кстова» тоже есть грехи. Команда так же ошибается, как и другие команды. Вот сейчас хороший момент. Передача на дальнюю. И вторая шайба в воротах Александра Малова. Ошибка в том, что хоккейный клуб «Саров Инвест» не смог вывести шайбу из своей зоны. И после передачи Алексея Ордена шайбу забросил Даниил Терентьев. Номер 6. Да. Очень неприятная обстановка для хоккейного клуба «Саров Инвест». Еще бросок бросал Дмитрий Маренко. С хоккейного клуба «Кстова». Вновь Андрей Калашников выбирает шайбу за своими воротами. Бросок по воротам и... Василий Колесников шайбу ловушкой зажимает. Броски идут как от одной, так и от другой команды. Дмитрий Терентьев. Очень много атакует, но... Пока хоккейному клубу «Саров Инвест» везет меньше. Счет на табло 2-0. Родионычев выбрасывает в зону. И первый на шайбе будет Игорь Савинкин. А это значит, что вбрасывание будет в зоне хоккейного клуба «Кстова». Выигрывает «Саровчане» вбрасывание. Кита Хлистаков передача на синюю линию на Федосова. Бросок по воротам и вновь шайба попадает в одного из защитников, в одного из игроков хоккейного клуба «Кстова». Тяжело пока «Саровчан» выходит с выходом шайбы из зоны. Пытаются они ее быстро вывести, но постоянно то ли сходит шайба с клюшки. Хороший сейчас момент у Сергея Клепнева. Вылазил на ближнюю штангу, убирал вратаря, но вновь Василий Колесников на месте. Не удается пока «Саровчанам» обыграть вратаря хоккейного клуба «Кстова». Встает Владислав Парфенов за воротами, ждет пока поменяются игроки. Подбирает Сергей Калинин, вставление на Малафеева. Здесь тоже можно было давать, наверное, две минуты. Вообще арбитр очень много сейчас прощает гостей сегодняшней встречи. Передача на синюю линию, наброс на ворота. Никого нет из игроков хоккейного клуба «Саров Инвест». Хороший момент, передача на синюю линию, еще один бросок. Шайба проходит мимо, попадает в Малафеева и Хаила. Простите. И «Саровчане» снова начинают атаку из своей зоны. 3 в 3 атака. Бросок Сергея Калинина. Шайба, к сожалению, проходит мимо ворот. И теперь уже хоккеисты хоккейного клуба «Стого» начинают свою атаку. Не прошла сейчас передача от Вячеслава Парфенова. Попадает шайба в одного из судей. Прессингует хоккейный клуб «Саров Инвест». Ну, пока безрезультатно. Теряют хоккеисты «Стого» шайбу. Но не удается опять саровчанам вывести ее. И атака гостей продолжается. Вновь бросок поворотом Александра Малова. Вышла наконец-таки шайба из зоны. Клепнев. Дает передачу на Хлистокову. Тот вбрасывает в зону. Подбор за Сергеем Клепневым. Много теряют шайбу саровчане в зоне хоккейного клуба «Стого». Пока, опять же, не все четко получается с бросками. Пошел в обгрыше троих Сергей Клепнев. Вновь наброс. И вновь Федосов попадает в одного из игроков «Стого». Удается саровчанам быстро перевести шайбу в среднюю зону. Бросок от Сергея Клепнева. Вновь Василий Колесников спасает ворота. Передача за ворота была, видимо, адресованная Сергея Клепнева. Успевают саровчане закрыть зону. И меняются игроки. За Киев. Не решился входить в зону. Там Михаил Романовичев уже был за синей линией. И уже к «Ставчане» меняются. Передача на синюю линию. Очень легко получается Алексею Ордену уйти от натиска на него. А у Саровчан пока с трудом получается войти в зону. Все меньше и меньше времени остается до свистка, который скажет нам, что пришел перерыв. Хороший момент сейчас. Чуть помягче был бы прием у Ярослава Селякина. Тем не менее, шайба у Саровчан. Бросок по воротам. Со штангой проходит шайба. Вновь шайба направляется за ворота. Борьба. И выход 2 в 2. Опять бросок. Чудом, по-моему, Александру Малову удается прям краешком щитка достать шайбу. Риколаж входит в зону. Проходит по правому краю. Дает передачу на пятачок, но не доходит до игроков хоккейного клуба Саров Инвест шайба. Сохраняет за собой саровчане пока шайбу. Вновь продолжается атака. Удается сохранить шайбу в зоне. Хороший момент сейчас. Удалось добить нападающим шайбу после броска Евгения Колотухина. Очередной бросок от Алексея Ордена. Меняются саровчане. Клистаков. Входит в зону. Идет в обыгрыш. Входит за ворота. Передача на Клепнева. Дает передачу на Федосова. Снова Клистаков. И выводит ставчане шайбу из своей зоны. Клистаков. Передача на Федосова. Еще один наброс. И выводит ставчане. Снова шайбу. Гость сейчас играет, конечно, от простоты. Счет в ихнюю пользу. И не особо они бегут забивать. Напомню, что счет 2-0. И несколько секунд остается до свистка о перерыве. Неплохой бросок сейчас выполнял Сергей Клепнев. Накатывался там Руслан Зазнобин на добивание. Шайбу было четко зафиксировано Василием Колесниковым. Выиграют гости в бросовании в своей зоне. Еще одна передача. Извучит свисток на перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok